МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще одно доказательство того, что все тайное рано или поздно становится явным. Оперативники Кочубеевского района задержали женщину, 10 лет находившуюся в федеральном розыске. В 2006 году ее подозревали в незаконном обороте оружия и даже дело уголовное возбудили. Но подозреваемой удалось скрыться. Выйти на след беглянки помогла ее собственная оплошность. Женщина подала заявление на замену паспорта в одном из соседних субъектов. Там криминальную леди и задержали. Сейчас она доставлена на Ставрополье. Это программа Дзержинского, 102. С вами в студии я, Кира Рогожина. Здравствуйте. О самом важном и интересном из жизни Ставропольской полиции в ближайшие четверть часа в этом выпуске. Не наигрались в детстве. В предгорном районе ограбили склад с игрушками. Ноша оказалась неподъемной. В Грачевском районе с поля попытались украсть более 600 килограммов кукурузы. Самая точная идентификация. Зачем нужна добровольная дактилоскопическая регистрация? Об этом и не только. Далее мы начинаем. О том, что произошло в край за прошедшую неделю, как всегда, аккуратно собрал в оперативную сводку мой коллега, представитель регионального главка МВД Александр Лымарев. Пришло время криминальных новостей. В предгорном районе со склада похитили детские игрушки на 3 миллиона рублей. В Петровском районе отец и сын перепродали чужой автомобиль. А в Грачевском с поля попытались унести более 600 килограмм кукурузы. Впрочем, обо всем по порядку. В предгорном районе на одном из рынков обокрали склад с игрушками. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения, которая находилась внутри. Неизвестные демонтировали стену, проникли в помещение и вынесли товар. Сумма ущерба составила порядка 3 миллионов рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых. Он взят под стражу. В настоящее время полицейские ищут других участников преступления. Возбуждено уголовное дело. А в Минеральных водах пенсионер решил подзаработать. Только вот выбрал незаконный способ оправить материальное положение. Мужчина выезжал в соседнее село, представлялся сотрудником газовой компании и якобы проверял газовое оборудование у тех, кто открывал ему дверь. Затем говорил, что приборы неисправны и рекомендовал вызвать аварийную службу. За свои услуги получал денежное вознаграждение. Таким образом он обманул 12 человек. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Гражданин задержан и доставлен в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. И в продолжении темы. В Петровском районе задержали подозреваемых в мошенничестве. Двое мужчин, отец и сын, уговорили женщину, работающей у них в магазине продавцом, продать им же ее автомобиль. Заплатить за него пообещали позже, но обещание не выполнили. Авто перепродали, а деньги потратили. Пострадавший причинен ущерб в 130 тысяч рублей. Мужчин доставили в дежурную часть для выяснения всех обстоятельств. Они дали признательные показания и находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Тем временем в Нефтекумском районе задержали скотокрадов. Двое мужчин неоднократно похищали скот у местных жителей. Злоумышленники проникали во двор домовладений, похищали животных и перегоняли их на скотобойню. Всего им удалось украсть более 200 овец. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей. Граждане задержаны. Сотрудники полиции устанавливают причастность к совершению аналогичных преступлений. По данному факту возбуждено уголовное дело. И напоследок. В Грачевском районе похитили более 600 килограмм кукурузы. Четверо местных жителей воспользовались отсутствием охраны и собрали початки с территории одного из районных полей. Однако унести похищенное им не удалось. Мужчин заметил случайный очевидец, который и вызвал сотрудников полиции. Подозреваемые скрылись с места происшествия. Прибывшие по указанному адресу полицейские опросили свидетелей и изъяли с поля 16 полимерных мешков кукурузы. Общей массой более 600 килограмм. Любители злаковых культур в итоге задержали. Возбуждено уголовное дело. К другим темам. Только задумайтесь. Сейчас практически все гаджеты последнего поколения оснащены системами распознавания отпечатков пальцев. Это считается показателем высокой степени защиты информации, которая в нем содержится. Ведь популярный узор у каждого человека уникален. А прийти к этому открытию еще в далеком 19 веке помогло мошенничество. Служащий британской администрации в Индии Вильям Хершель на протяжении 15 лет выплачивал жалования индийским солдатам. И постоянно удивлялся, что их число каждый раз увеличивается. Но разобраться в этом феномене никак не мог, поскольку для него, европейца, все они были на одно лицо. Наконец Хершелю это надоело. И он начал заставлять индийских солдат ставить отпечатки двух пальцев на списки с их именами и на квитанции о получении денег. А после этого вдруг обнаружил, что двух одинаковых отпечатков в природе не существует. И вскоре смог обосновать свое открытие, вычитав в учебнике анатомии термин «папиллярные линии». С тех пор, по сей день, дактилоскопия используется в криминалистике и зачастую ассоциируется с криминальным миром. Но это лишь часть применения этой науки. Зачем нужна добровольная дактилоскопическая регистрация, где и как ее проводят, и куда уходят уникальные персональные данные, пыталась разобраться наша съемочная группа. Это утро для Фуата Гаджиева началось в Ленинском ОВД. Но не подумайте, ничего плохого. Он не хулиган и, к счастью, не стал жертвой преступления. Интересует молодого человека вполне безобидный и даже практичный вопрос. Здравствуйте. Здесь можно пройти дактилоскопию добровольную? Да, да. Процедура занимает в общей сложности минут пять. Человек пишет заявление на добровольную дактилоскопическую регистрацию. Важный момент. Выполнить ее могут только в ОВД по прописке заявителя. Сотрудник, который будет выполнять дактилоскопию, проверяет документы. Выдает так называемый талон, подтверждение. Затем непосредственно откатывает пальцы и ладони. В конце выдается соответствующая справка. Я очень много путешествую, летаю на самолетах и занимаюсь экстримом. Спуск с гор, с учетом сегодняшнего времени, это необходимость, я думаю. В течение трех дней дактилоскопические карты попадают в информационный центр главка, где их вначале обрабатывают вручную, а потом отправляют на оцифровку. Мы занимаемся вводом дактилоскопических карт информации в базу данных Одесса. Сколько по времени занимает обработка одной карты? Ну, в среднем от полутора до двух минут. Таких, как ФУАТ, добровольно прошедшим дактилоскопическую регистрацию, на Ставрополье уже больше 10,5 тысяч. В жизни ситуации очень много, в которых наличие отпечатков пальцев дает возможность идентифицировать личность и помогать в безвести пропавших, в поиске безвести пропавших людей, которые в силу своего здоровья или состояния, или возраста не могут о себе сказать. Поможет это и путешественникам, например, если за границей потеряли документы. Находясь за пределами Российской Федерации, гражданин может обратиться в консульство Российской Федерации с просьбой о восстановлении документов и сообщить просто о том, что он прошел добровольно дактилоскопическую регистрацию в Российской Федерации. И в консульство могут предоставить эти данные? Предоставить эти данные и помочь восстановить, ускорить процесс восстановления документов. Не лишней эта процедура будет и при приеме на работу, убережет от казусов. Был такой случай, вспоминает Наталья, за ее 15-летнюю практику. Мужчина хотел устроиться в госучреждение. Его начали проверять по базам. Оказалось, есть судимость. Правда, не у него, а у полного тезки. К счастью, соискатель вспомнил, что проходил добровольную регистрацию. Отпечатки пальцев помогли разобраться в ситуации и обелили его имя. Папиллярные линии на ладонях рук и на фалангах пальцев рук очень индивидуальны. Даже у близнецов отличаются отпечатки пальцев рук. Поэтому обмануть их никак невозможно. И это дает возможность стопроцентного результата идентификации личности. В базе данных дактилоскопическая карта хранится до 80-летнего возраста заявителя. Между тем, бояться того, что такие личные данные могут попасть в чужие руки, не следует, уверяют специалисты. Сотрудники полиции, должностные лица, которые отвечают за сохранность дактокарты, они несут уголовную административную ответственность. Кроме того, заявитель в любой момент может отозвать эти данные. Достаточно написать заявление в отделе полиции по месту жительства об уничтожении дактокарты. Безвыходных ситуаций не бывает. Это снова доказывает наш инструктор по самообороне Михаил. Школа безопасности. Далее. Что может быть лучше, чем взять любимую книгу и провести несколько часов в уединении где-нибудь на свежем воздухе? Но не стоит забывать, что идиллию могут нарушить в любой момент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая ситуация сложилась. Что нам? Вот нога опорная. Мы на нее просто массу свою бросаем. Освобождаемся. Идет нападение. Вот. Ну, случилось так. Случилось так. Ударили. Выбили руку. Закрутили его сюда. Сложили. Этого контролируем. Этого держим. Нож контролируем. Ничего сложного. Все принципы рычагов. Вот он тянет на себя. Что мы тут? Мы можем на его руку сработать. Этот идет. Уходим. Можем забрать нож. Ударить его рукояткой. Может, такая ситуация сложится. Каждый раз от ситуации нужно исходить. Все время одинаковой ситуации не будет. Всегда будет все по-разному. Он может не на себя тянуть, а на меня, например, давить. Нет, на меня, например, давить. Здесь мне его сюда надо будет тогда бросать. С этим вот встретили мы его. Он не ожидает такой удар в ногу. Встретили мы его ударом в ногу. Контролируем руку. Забрали нож. Вот его конструкция. Его туда тянет. Валим. Пробиваем. Может, эта вся ситуация произойдет так, что, когда они будут подходить, я просто закрою книжку и буду ждать их. Буду книжкой отбиваться, например, от них. Вот я увидел, закрыл книжечку. Оп. Идет. Удар. 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 Ты тоже? Этой же книжкой мы ножем можем выбить. Нож идет. Идет нож. Выбить можно. Ну, все, что угодно. Можно из кармана что-то достать. Можно. Все можно использовать. Спасибо, Миш. Не за что. Только помните, не превышайте пределов допустимой самообороны. Это все, о чем мы хотели сегодня рассказать. С вами эти четверть часа провела Кира Рогожная и программа Дзержинского 102. До встречи через неделю. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин